Блин, всё в упаковках. Хотела взять утреннее печенье, но в индивидуальной упаковке... Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моём канале YouTube. Сегодня 22 день, как я не курю, и я нашла себе другую приколюху. Я пересмотрела некоторое количество роликов, прочитала некоторое количество информации о движении low waste. Это когда ты стараешься наносить меньше вред окружающей среде и экологии нашей планеты, чем обычный человек, и стараешься свести количество своих отходов к минимуму. И, в общем, если не впадать в крайности, то первое, с чего рекомендуют начать, и первое, с чего так осознанно попыталась начать я, это уже в магазине стараться покупать продукты, еду в том числе, с меньшим количеством упаковки. Так вот, я после бассейна сегодня ходила первый раз в бассейн в сезоне. Смогла проплыть только 600 метров, кстати, за полчаса. В общем, устала так прилично. Пошла после бассейна в пятёрочку, это ближайший магазин, и думаю, сейчас-ка я тут прикуплю что-нибудь эдакого. И каково было моё удивление, когда я, стараясь покупать продукты с меньшим количеством упаковки, поняла, что в пятёрочке это практически невозможно. Потому что там даже фрукты, яблоки банальные, они практически все на развес. Я умудрилась какое-то количество продуктов купить без упаковки. Это был цукини, это морковка-авокадо. И, собственно, всё. Я решила купить яблоки. Но поскольку они очень маленькие, ну прям вот такого размера, чтобы они там не раскатились по тележке и не вывалились в дырки в тележке, я убрала их в полиэтиленовый пакет, но я взяла его один. Собственно, как и рекомендуют эти лоу-вейстеры, они говорят, ну, вам не обязательно брать несколько пакетов вот этих одноразовых. Возьмите один и сложите туда несколько овощей или фруктов, которые вы покупаете на развес. Следующий, конечно, шаг. Я, наверное, дома покопаюсь, найду какие-то холщовые мешочки, засуну их себе в сумку и буду стараться ходить с ними. Но вот проблема в том, что кроме фруктов и овощей я ничего не смогла купить в какой-то такой либо без упаковки, либо в перерабатываемой. Купила, правда, хлебце Финкрисп, но уже в картонной упаковке, но уже по дороге домой поняла, что внутри картонной упаковки эти хлебцы Финкрисп еще упакованы в целлофановую, в пластиковую. Думаю, ну что же это такое? Думала купить хлеб и поняла, что ни одного батона хлеба без упаковки либо в какой-то бумажной упаковке в пятерочке нет. И прям это был квест, найди, что называется, продукты без целлофана. Я еще хотела купить шоколадку, а шоколадку я стараюсь покупать с максимальным содержанием какао, с минимальным содержанием всяких разных примесей. Ну и тоже практически весь шоколад, во-первых, не шоколад, а плитки с непонятным составом. А вот на одной шоколадке, то ли на люксе, то ли на каком-то другом, не помню. В общем, там был Е400 с чем-то и соевый лецитин в первых рядах. То есть первый и второй ингредиенты. А если знать, как читать упаковку, то чем ближе к началу ингредиентов, тем больше его содержится в продукте. Соответственно, Е400 с чем-то и соевый лецитин в этой плитке содержится больше, чем сахара даже, больше, чем какао и всего остального. В общем, у меня был квест «Найди нормальные продукты», да ещё и чтобы они были максимум без упаковки. В общем, даже когда я решила купить яйца, яйца я покупаю всегда по три десятка, потому что иначе мне хватает на два с половиной дня, я много яиц я. Яйца, они в переработанной упаковке, вот в этих ячеечках, но всё-всё эти три десятка опять же в целлофане. Думаю, господи, это реально квест, но я решила так заморочиться. Думала ещё прикупить биоразлагаемых каких-нибудь мешков для мусорного ведра, потому что лоуэстеры, они хоть и стараются всех призвать к тому, чтобы мы выбрасывали в какой-то компост перерабатываемую кожуру от еды, от фруктов, овощей. Либо в ведро стелили газетку, но этот формат не для меня, стелить газетку — это, блин, и потом его мыть. В общем, это неудобно. Я хочу свести свой лоуэст к тому, чтобы это было максимально, насколько возможно, экологично для природы. И при этом это, во-первых, не удорожало мою жизнь. Как с финансовой точки зрения. И второе, чтобы это не усложняло мою жизнь, потому что тогда меня просто надолго не хватит. Потому что на энтузиазме, я не знаю, первую неделю-две, я такая гей, конечно, сейчас я буду спасать природу, отказываемся от всего. Но я знаю по себе, что лень всё-таки она такая. И я просто не буду дольше двух недель этого делать. Поэтому я хочу как-то для себя понять, сейчас обойти, наверное, все магазины вокруг, понять, какие продукты, где я могу купить с минимальным количеством упаковки. И всё-таки разведать коптевский рынок. И сегодня я узнала, что на севере в Леонозово есть какой-то чудесный вообще рынок с абхазскими мандаринами, помидорами и вообще фруктами и овощами за понятные деньги, которые стоят, оказалось, даже дешевле, чем в супермаркете. Но качество, понятно, что в разы выше. Поэтому думаю съездить туда. Я возьму с собой либо мешочки, если я себе такое придумаю, либо буду пытаться использовать целлофановый пакет. И, кстати, сегодня у меня уже случился лайфхак, когда я использовала целлофановый пакет повторно. Потому что в предыдущем, в одном из видео, оставлю ссылку внизу в описании, вот здесь, на этом видео, я расхламляла гардероб своей мамы. И мы вывезли очень много, избавились от большого количества одежды. Это всё мы не смогли сразу сдать на переработку в H&M, потому что H&M берёт два пакета у человека за раз и возвращает тебе купон на скидку. Можно, конечно, сдать больше, но купонов за раз ты получишь только два. Поэтому, чтобы получить больше купончиков, есть жадность-то человеческая, она работает. Я все эти мешки, которые мы собрали у мамы, то, что мы не выкинули, там был всего лишь один мешок на выброс, все эти мешки заскладировала к себе на балкон. И каждый день, приезжая на работу, я приезжаю с двумя мешками. И эти вещи я первое, что делаю, у меня есть девчонки на работе похожего с моей мамой размера одежды, а поскольку мы избавились не только от каких-то там ветоши и ужасных вещей, но и от хороших вещей, просто которые маме не подходят под тем или иным причинам, я предлагаю сначала девчонкам это всё померить. Если подойдут, я просто это отдаю безвозмездно. Если не подходит, то уже тогда сдаю в H&M. Так вот, часть вещей у меня забрали, оно какое-то всё-таки приходится сдавать. Так вот, я обычно ходила и сдавала, складывала вещи в эти пакеты, в целлофановые, и относила в H&M. И надо сказать, что я использовала все пакеты дома целлофановые и использовала все пакеты на работе, которые нашла на двух кухнях, складывают там, когда делают доставку, эти пакеты. И сегодня я думаю, блин, ну если H&M за переработку, за повторное использование, за экологию, значит, может быть, можно, несмотря на то, что они везде пишут, сдавайте в пакетах, можно вывалить им в контейнер одежду, а пакет забрать с собой. Я сегодня пришла, говорю, слушайте, а такая опция доступна? Они такие, да, вообще не вопрос. Скинули вещи, отдали мне пакеты. Я думаю, о, класс! Стоило немножко задуматься о том, как экономично использовать ресурсы. И вот, пожалуйста, это оказывается возможно. Надо было просто чуть-чуть раскрыть свое мировоззрение и посмотреть несколько умных видео, почитать пару умных книжек и статей на тему спасения природы и вообще уменьшения мусора. Но, тем не менее, другой косяк мой сегодня случился. Я, когда собиралась в бассейн, не догадалась сложить все свои ванно-банные мыльно-рыльные средства в пакет, чтобы, когда ты из раздевалки заходишь в душевую, тебе там нужно как-то куда-то сложить, в чем-то принести и повесить на крючок, потому что там нет полок. Вот свои вот эти вот мыльно-рыльные средства. У меня не оказалось никакого пакета. Я попросила пакет у смотрительницы раздевалки. Она мне выдала пакет «Твое». И, собственно, на обратном пути я попыталась ей этот пакет вернуть, но она сказала «Не-не-не, что вы заберете себе в этот ванн?» Ну, в общем, буду использовать этот пакет, пока он не станет фетошью. Вот, сейчас буду пытаться... Даже не буду... Сейчас я буду разгребать свои покупки на сегодня. Еще раз вам покажу, что я прикупила, поделюсь вообще мыслями на этот счет. Вот мои сегодняшние покупочки. И, собственно, я купила без упаковки манго. Ему нужно... Он твердый, капец. Ему нужно немножко полежать. Купила без упаковки морковку и цукини. Не стала покупать чай в пакетиках. Купила рассыпной. Даже на работу. Хотя раньше на работу я покупала в пакетиках, потому что это удобнее. А дома я обычно завариваю. Сейчас я купила рассыпной на работу. Возьму ситечко и буду заваривать на работе, чтобы как-то уменьшить. Хотя тут тоже пластик снаружи и картонная коробка, а внутри металлический пластиковый пакетик. Вот они, те самые фенклиспы, которые ввели меня в заблуждение, потому что я забыла, что внутри этой картонной коробочки пластиковый пакет. Так, шоколадка. Шоколадка. Горький шоколад. Так, состав. Вот он, состав. Это еще не самый плохой состав. Даже можно сказать, хороший. Потому что обычно просто страх. Купила цикорий, потому что я что-то пристрастилась к кофе на работе. А получается так, что я не сплю. Просто ночью не могу уснуть, поэтому решила заменить кофе цикорием. Буду тоже заваривать на работе. Мясо в пятерочке не продается в принципе на развес, поэтому я купила филе грудки в упаковке. И вот те самые микро яблочки, которые тоже пришлось купить в пакете. Я, собственно, в этот пакет потом сложила манго и вот эти овощи. И вот они, яйца. То есть, казалось бы, да, перерабатываемая упаковка, но сверху полиэтилен. Не знаю, попробую на рынке яйца покупать. Может быть, они десятками продаются в пакетиках, если прийти со своей авоськой и туда сложить. И, собственно, вот он тот самый пакет, который мне дали в бассейне. Так что буду его использовать повторно. И вот что у меня получилось после разбора продуктов. То есть, как бы я замариновала курочку, я открыла яйца. Вот еще, правда, вытащила из холодильника лук из упаковки и положила его просто как рук. И плюс чек. То есть, я пока не знаю, как это, куда это складывать. Завтра с утра пойду к мусорке на разведку. Может быть, там есть какой-то раздельный сбор отходов. Если есть, это здорово. Если нет, не знаю. И это я еще не вскрыла. Вот то, что я собираюсь взять завтра с собой на работу, оно как бы пока еще закрыто. То есть, от этого еще будет целая куча мусора. И, собственно, когда начинаешь об этом задумываться, о том, сколько мусора я потребляю, реально становится страшно. То есть, вот пока я не наткнулась случайно на видос о малом, скажем так, использовании мусора, сокращении расходов, я даже об этом не задумывалась. Я выкидывала себе полное ведро или даже полтора раза за день и думала, какая я молодец, кучу мусора выкидываю, не храню все это. А сейчас я посмотрела на это другое, думаю, господи, сколько мусора. Я вообще сначала покупаю, а потом еще и выкидываю. И учитывая то, что в нашей стране, ну, насколько я пока знаю, конечно, я сейчас, поскольку заинтересовалась этой темой, буду все это копать и интересоваться этим. Но, по крайней мере, вот так вот, чтобы в глаза попадалось, мне только на почте раздельный сбор отходов, но на почте все эти три или четыре там ящичка маленьких для разных отходов, они забиты всем подряд. Поэтому пока не работает. Ну, ладно, в общем, завтра посмотрим, что у меня тут на мусорке ближайшей. Есть там раздельный сбор или нету? Ну, буду честной, попробую как-то в трех форматах это все отнести. Бумагу к бумаге, полиэтилен к полиэтилену. Что у меня тут еще? А, ну, собственно, у меня два формата пока будет. Бумага и полиэтилен. Что касается курения. Собственно, о чем мой изначально этот плейлист и был. Смотрите, от шапочки у меня след. Что касается курения, я сегодня проснулась за пять минут до звонка будильника с, в общем, ото сна. Мне было страшно. Я во сне шла по улице, и мне жутко, жутко хотелось курить. И, в общем, я даже во сне купила себе сигареты своей любимой, Мальборо, которую я курила с двумя кнопочками фиолетовые. Но я их не курила. Я шла, осознавая, что я бросила курить, я отказалась от этой привычки, но я жутко хочу курить. И я достала из пачки одну сигарету, я шла её и нюхала. И вот в этот момент, когда я в очередной раз нюхала сигарету, я проснулась. Ну, то есть как бы мозг, он, видимо, отвыкает от привычки курить, но ему сложно. Потому что физически я не чувствую никакой проблемы от того, что я отказалась курить, а вот психологически мне порой тяжело. Если на работе я спокойно не выхожу в течение дня, сегодня вообще ни разу не выходила, чтобы подышать, когда девчонки курят, то, например, в какие-то моменты дома мне иногда хочется выйти покурить. И иногда в какие-то жизненные ситуации на улице тоже хочется покурить. Но не физически, это именно психологическая такая история. Поэтому если у вас есть идеи, как с этим бороться, как это пережить побыстрее, поделитесь, пожалуйста, со мной, потому что иногда, да, это иногда бывает сложновато. Продолжение следует...